Итак, теперь способ отличить плохую многоуровневую компанию от нормальной компании дистрибьюции или сетевого маркетинга. Сложный или легкий? Ведь легко. Зачем покупать продукт, а попользовавшись, продавать дороже? Не делайте так. Но если и цена недорогая, и качество еще лучше, тогда для начала вы можете стать потребителем, верно? Становитесь потребителем. Но тут есть одна проблема. Вы не верите себе. Есть люди, которые не верят не другим, а себе. Хорошо ли это? Плохо? Дорого ли? А даже если вы думаете, что вам это нравится, если кто-то другой говорит, что ему не нравится, спросите «А, да?» Таких людей на удивление много. Итак, в первую очередь, чтобы добиться успеха, нужно верить самому себе. А второе, другим тоже нужно верить. Даже если слышите, что в мире нет никого, кому можно доверять. Где-то да и будет. Может, один из них – это Пак Хангиль. Поэтому послушаем его. Нет, а как вести бизнес и с чего начать, если не веришь в себя? Как отличить тех, кому верить, от тех, кому верить нельзя? Есть простой способ. Нужно смотреть, меняют ли они слова. Если они меняют то, что говорили, они это делают из-за выгоды. Если человек меняет слова, говорит не то, что говорил до этого, то он меняет их, чтобы не потерпеть убытков. Поэтому тот человек, который не меняет слов, и есть честный человек. Итак, когда я захожу на YouTube, там, оказывается, есть все. Даже то, что я говорил 10 лет назад. Поэтому я сейчас не могу лгать. Итак, на заре существования компании я обещал, что дам вам 1 миллион долларов за достижение звания «Империал». Но я сказал, что выдам их вилочным погрузчикам. Я тогда был очень беден. Но пообещал это тогда. И сейчас уже раздал больше 10. И еще кричал, что мы станем мировой компанией. Но в то время, даже когда у компании не было денег, даже на покупку билета на полет в США, я громко заявил, мы станем глобальной компанией и будем доминировать в дистрибьюции по всему миру. Сейчас у нас открыты филиалы в 26 странах мира. У нас сейчас есть цель. Не все цели, которые я ставил с самого начала, были достигнуты. Мы станем распределительным центром. Мы будем доминировать в дистрибьюции по всему миру. Нет, когда я это сказал в первый раз, они сказали, что я сумасшедший. Нет, и сейчас иногда называют сумасшедшим. Потому что исторически этот сетевой маркетинг никогда не был массовым распространением. Сейчас та компания, которую мы уважаем, стоит 10 триллионов вон. Номер один в нашей отрасли. Сейчас у нас 2 триллиона. То есть у них примерно в 5 раз больше, чем у нас. Однако несколько десятилетий спустя появился дисконтный магазин Walmart. У него 600 триллионов вон. У Амазона, созданного гораздо позже, 500 триллионов вон. Так мы сейчас основные игроки в дистрибьюции или немного отстаем? Немного отстаем. Тем не менее, я буду работать над тем, чтобы стать ведущим игроком в дистрибьюции. В настоящее время мы работаем над достижением этой цели, ставя перед собой цель стать распределительным центром. Итак, теперь нам нужно выполнить условия, чтобы стать глобальной компанией и распределительным центром. Сейчас мы продаем продукцию абсолютного качества по абсолютной цене. Но ведь не получается доминировать в глобальной дистрибьюции, продавая только 500 видов продуктов. Поэтому мы создали Азамол. Мы создали его, не просто имея какую-то мечту. На рынке таких вещей, как холодильники и телевизоры, идет жесткая ценовая конкуренция. Сколько денег останется после продажи этих вещей? Ведь так? Но мы создали торговый центр, в котором все это продается. Торговый центр, который продает овощи. И теперь мы будем активно его расширять. Говорят, что все овощи, которые вы едите, поставляются умными фермами. Поэтому, начиная с таких овощей и яйца, продаваемые в Азамол, это то, что покупают только богатые жены по очень высоким ценам. А мы продаем их дешево. Вкус этих яиц сильно отличается. Поэтому все это мы собираемся поставлять членам Атоми. Итак, если мы сейчас занимаемся всеми обычными продуктами, вам не придется в будущем ходить в дисконтные магазины. А еще, там также можно получить пиви. Цены не дороже, а пиви есть. Итак, теперь мы пытаемся превратить наш бизнес Атоми в ведущего игрока в сфере дистрибуции. Нужно рассматривать Азамол очень важным при ведении бизнеса. Когда вы станете лидерами и подниметесь вверх, этот Азамол станет для вас хорошей поддержкой. Но вы ни разу не покупали продукцию в Азамол и даже не знаете, что там есть. Тогда, как думаете, ваши партнеры будут им пользоваться? Конечно, нет, даже если лидер не знает. Затем ветка, находящаяся под вашим контролем, перейдет во владение другого дисконтного магазина, или чего-то в этом роде. Таким образом, мы можем стать компанией с оборотом в 100 триллионов вон, только если мы это все обеспечим. Прежде всего, мы сделаем 10 триллионов вон. И тогда станем номером один в индустрии. На мой взгляд, как только мы станем номером один в отрасли, определится тенденция глобального сетевого маркетинга. Поэтому торговый центр Азамол будет играть очень важную роль. Поэтому теперь нужно сделать так, чтобы люди не хотели идти в другие интернет-магазины или другие дисконтные магазины. Таким образом, если сейчас зайти в Атоме Азамол, то можно увидеть сотни тысяч видов товаров. И это будет осуществляться не только в Корее, но и в зарубежных филиалах по всему миру. И тогда мировая логистическая система станет единой, и мы будем доминировать на всем рынке дистрибьюции. Однако, когда мы станем первыми, доходы распределятся на ваши банковские счета. Итак, о чем вы должны думать сейчас? Нужно думать, что вы зарабатываете по 100 тысяч долларов в месяц. Если мы достигнем 100 триллионов вон, ваши оплаты будут десятки триллионов. И кто это возьмет, кто-то и заберет. Тогда разве не должен ли я стать кем-то из таких людей?